добрый вечер извините пожалуйста за опоздание время привет санди его ухты время в карантине бежит незаметно и нету нету порядка в жизни кстати именно про порядок жизни с божьей помощью мы с вами сегодня и будем говорить всем привет рад вас всех видеть надеюсь что вы не выходите из дома охраняете себя и своих близких и что у вас только хорошие новости шалом николай и так у нас осталось меньше недели спасибо большое у нас осталось с вами меньше недели до пессаха и поэтому мой урок сегодня будет особенный я знаю честно что вы учили уже на этой неделе что вам рассказывали лектора но этот песок будет отличаться от всех петов потому что обычно я вам скажу даже по секрету из 10 лет которые я замужем амэн спасибо большое было мы только один два раза были дома на песок все остальные песок и мы всегда уезжали куда-то чтобы быть в компании с кайфовыми людьми с новыми семьями семьей где угодно но только не дома чтобы не убирать чтоб не готовить чтобы на эту недельку немножко забыться и сделать себе хопыш но этот песок некуда бежать не мне не вам все организаторы песок и мероприятия не потеряли большие деньги потому что все давно организовали но к сожалению все отменилось поэтому мне очень важно вместе с вами даже те кто еще не соблюдал песок и хочет его хоть как-то выделить из будних дней сделать себе праздник даже если он не знает как сказать вам несколько вещей которые будет кайфово классно рассказать за пасхальным столом поэтому несмотря на то что этот урок у меня должен был быть длинным я разбила его на две части сегодня с божьей помощью расскажу вам половину и в моции шаббат после выхода шаббата то есть субботу вечером я бы хотел если у вас будет время продолжить все эти два урока будут разбиты на маленькие истории маленькие части и будет классно если вы тоже их запишите для того чтобы не забыть что вы можете сказать за пасхальным столом ведь уже нету никого кто будет сидеть во главе стола и рассказывать истории готовится за две недели до этого записывая все уже каждый из вас станет главным за своим столом и тут не важно мама вы семейство папа вы семейство на вас будет вся ответственность за этот пасхальный сэдер поэтому очень хочется вам сделать генеральную репетицию и несколько советов что интересного сказать чем завлечь детей что для себя нового узнать и чтобы у нас были силы желания и их какая-то уже подготовка встретить этот песок достойно поэтому начинаем я думаю что вы уже слышали эту историю вполне вероятно я и вам уже когда-то рассказывала билл гейтс ищет главу главу microsoft в европе он собрал огромное количество курорт хаим как-то называется когда человеку себе пишет где он работал опыт работы где он учился поле и насобиралась 5000 человек которые подходили для того чтобы бороться за эту должность он снял огромный зал в париже собрал всех этих претендентов на должность и решил там же на месте выбрать кто будет главой microsoft в европе нечаянно там оказался морис коэн житель франции всем привет донецкая область мы с вами который решил тоже поучаствовать чем бог не шутят и билл гейтс начал значит так я прошу тех кто не владеет языком я ва джава пожалуйста выйдите из зала 2000 человек стали и вышли дальше те кто не имеет опыт и работы больше с опыта руководить компанией больше 100 человек пожалуйста уходим опять 500 человек стали окей резюме спасибо большое ася правильно я сказал ваше имя спасибо резюме теперь тот кто написал психометрию это такой тест в израиль я не знаю если аналог его в других странах на бал ниже чем 700 пожалуйста встаньте опять 200 человек встали и вышли из зала и последнее кто не владеет хорватским старохорватским языком пожалуйста тоже встал и вышел в общем весь зал опустел осталось только два человека нас наш морис коэн который все время думал да ладно ну я и школу не закончил я и ничем не торговал у меня даже свои странички в инстаграме нету ну что я потеряю если я здесь останусь и тогда билдс гейс говорит а сейчас вы два претендента сядьте друг напротив дружки и поговорите на древний хорватском языке ну мэрис коэн 1 что пришло ему в голову говорит мани штана лайла за и 2 ему отвечает чтобы полили лота на ухлим хаме цумаца это слова из песни которые вы только что слышали, я специально ее включила в начале урока, это самая знаменитая песня, которую поют дети за пасхальным столом. К чему это я? К тому, что любой еврей, особенно в Израиле, был даже такой опрос, я нечаянно видите, как я волнуюсь, был такой опрос, какая самая актуальная, модная заповедь в Израиле, которая соблюдается всеми, не только религиозными, и было отмечено, что это обрезание, которое делают не только по религиозным обычаям, но и по медицинским указаниям, и вторая, это Седер Песах, даже люди, которые не пастятся в емке кур, у них есть такое обычай, что они встречаются с семьями, сидят за пасхальным столом, такой лявдель, как будто бы новогодняя встреча, накрывают стол, общаются, кушают мацу, нету ни одного человека в Израиле, кто никогда не участвовал в Седер Песах, не слышал, никак не готовился, не покупал мацу хотя бы для прикола показать детям, чем занимается весь еврейский народ. Я помню, что в свое детство, несмотря на то, что я поздно узнала, что я еврейка, у меня всегда дома на Песах была еще квадратная такая маца, и когда я приносила ее в школу, все одноклассники очень любили, называли еврейские чипсы, а они в свою очередь мне давали крашеные яйца. В общем, Песах это очень такая классная заповедь, которую легко исполнять, мы видим, что и не еврейский мир готовится к Песаху, к Пасхе по-своему, но все убирают квартиру, все к весне очищаются от хлама, все обновляются, покупают себе новые вещи. Обновления как на улице в природе, так и у нас дома, это всегда очень классно. Но Сейчас у нас тяжелый период, когда мы все находимся в карантине, когда невозможно купить новое платье, когда невозможно достать продукты, которые бы нам хотелось заполучить на Песах, когда непонятно, где покупать кастрюли, миксеры и все остальное, потому что открыты только аптеки и продовольственные магазины. Но каждый из вас должен знать, что у нас есть нереальная возможность провести Песах у себя дома, так же, как это было Тогда, в ту самую первую ночь. Ведь Песах пошел с той ночи, когда в Египте Это правда, это будет особенный Песах Когда в Египте Все собрались по своим домам, никто не ходил в гости Вся семья, маленькая ячейка общества Зашли домой, помазали свои косяки дверей. Это мы будем говорить с вами с Божьей помощью на следующем уроке, как знак, что здесь живет еврейская семья со своими обычаями И сами рассказывали своим детям, какие чудеса делает Всевышний Кстати, вы знаете, что это единственный... Извините, все такие звуки в Израиле пугают, если это не сирена и не бомба, хотя я уже не знаю, чего я больше боюсь Короны или бомбы, наверное, и того и другого Этот праздник, как бы нам это странно ни казалось, самый детский из всех Люба, привет! Здравствуйте! Почему он детский? Потому что это единственный праздник, где Всевышний нам заповедовал и расскажи своему сыну о событиях, которые были Ни одна заповедь так не уделяет внимания детям, как Песах Не написано в Йом-Кипуре, научи его поститься Не написано, возьми его в суку и расскажи, почему мы сидим в шалаше Не написано, возьми его на симхас Тойра и научи его нести Тору и танцевать с ней Какой кайф, что у нас есть Наша Тора, которая помогает нам найти правильную дорогу в жизни и не потеряться, как делают Это что происходит сейчас со многими Песах, почему именно Песах, почему он детский праздник, все вокруг детей Мы больше думаем, негде купить новое платье себе на Песах, а какие еще игрушки купить Какие сценки сделать, какие образы придумать, что какие игры распечатать до Песах, чтобы заинтересовать детей И я слышала интересное объяснение, и мне оно очень близко Объяснение такое На все времена все антисемиты хотели уничтожить весь еврейский народ И мужчин, и женщин, и стариков, и детей Эрф Тофелла Мы не будем вспоминать поименно, но мы знаем нашу историю, как это всегда было Фараон, порой, это был первый и единственный человек, который вел войну против детей Ему было все равно на мужчин Ему даже хотелось, чтобы их было больше, чтобы они были сильнее, чтобы они активнее строили для него в Египте Ему было все равно на женщин, пусть они работают, поддерживают мужчин Фараон вел свою войну против детей Ему было важно, чтобы каждого мальчика топили, чтобы девочкам не давали нужного образования И поэтому именно в Песах мы даем такое ударение, такую атмосферу для детей Показать, что ты нас не победишь Мы дадим нашим детям образование Еврейское, конечно Мы дадим нашим детям внимание Сейчас этого внимания у них просто до невозможности много Иногда хочется отдохнуть Мы даем нашим детям понимание, кто такой Всевышний Что мы пережили, чтобы наши дети никогда не забыли, ради чего мы страдали И они в том числе Итак, праздник детский Поэтому многие вещи, которые я сейчас вам буду говорить, они покажутся вам иногда детскими Иногда такими вот не на том глубоком уровне, как мы с вами привыкли учиться Но мне хочется, чтобы вы это могли пересказать дальше своему подрастающему поколению Неважно в каком возрасте они находятся всем здоровье с Божьей помощью Итак, первый вопрос еще до начала Песаха Мы с вами зададим такой Почему эта ночь называется Седер? Лайла Седер Ночь порядка Седер это порядок Ведь мы знаем, что весь иудаизм он такой сбалансированный Он такой правильный, он такой прописанный, он такой пунктуальный от слова пункт Любая заповедь, которую вы не возьмете, она всегда у нас прописана От начала до конца каждый сантиметр этой заповеди Уже мудрецы нам рассказали, как себя вести Какую одежду купить, как мезуза должна выглядеть Какая высота должна быть у суки Все у нас в огромном порядке в иудаизме Но почему-то единственная вещь, которая вызывает у нас ассоциацию с порядком Это именно эта ночь Я приготовила вам из многих комментариев, которые я нашла Три, которые мне показались самыми интересными Первое, это самое легкое, конечно же Это вся эта ночь у нас прописана от начала до конца Например, мы знаем, что такое шаббат и как его соблюдать Есть какие-то заповеди, которые надо делать, которые нельзя делать Но что? У нас есть с вами свобода выбора Когда делать кедуш? На что делать кедуш? Какие у нас блюда будут на трапезу? Сколько свечей зажигать? У нас прям с вами есть прописанная дорога Но она такая широкая И вам тут шалом, шалом, шалом Но она такая широкая, что у нас есть возможность разогнаться И немножечко впустить свое желание Седор Песох, он прописан до мелочей Для чего? Наверное, для того, чтобы в такой период короны Когда каждый из нас, даже кто не был никогда на Седор Песох Мог взять году в руки И спокойно провести этот Седор Песох Потому что он прописан от начала до конца И дорожка такая узкая, что нам совсем нет возможности разогнаться Прям каждый сантиметр этой заповеди у нас прописан Второе, более каббалистическое объяснение У нас есть такое слово пардес Пардес это аббревиатура Четырех слов, которые обозначают Пшат, что там? Рэмэс, дашь, высот У нас есть четыре уровня Углубления в Тору Например Первый уровень, он всегда самый легкий Мы с вами уже сказали Почему Седор? Потому что здесь все идет по порядку Это самое легкое понимание Торы, которое мы с вами читаем из текста И дальше мы углубляемся, углубляемся, углубляемся Пока в конце не доходим до каббалы До таких вещей, которые мы никогда бы не догадались Если бы не наши мудрецы, ни гематрии Ни какие-то скрытые смыслы Ни ангелы, сотворения мира В общем, это такой вот глубокий уровень До которого еще, дай Бог, нам дойти Так вот, парадез, если мы оттуда убираем букву П Самое легкое понимание Торы У нас остаются три буквы, которые складывают с собой слово Седор Другими словами мудрецы нас учат Пожалуйста, Седор обойтись без пустых вещей Без неглубоких вещей Ведь если вы детям расскажете, сидя за столом Значит так, слушайте Там были, значит, казни Кровь, лягушки, вши, дикие животные Что там дальше у нас было? Пошли дальше Сейчас кушаем, сейчас выпиваем Если мы с вами пойдем в этот Седор по сухому тексту Мы никогда не вдохновим наших детей Им будет неинтересно Они не поймут, на самом деле, как выглядели лягушки Что такое, когда вся вода стала кровью Так что нам надо попробовать Этот Седор Песах Убрать буковку П Самый обычный, легкий смысл По которому мы, в принципе, можем делать все заповеди И попробовать немножечко углубиться Заинтересовать наших детей Самое главное, что они должны сделать в эту ночь Задавать нам вопросы Нам так иногда не хватает силы, мужества Не исполнять приказы других Не идти по накатанной, по плану, который кто-то прописал Остановить и задать вопрос А почему я так делаю? А зачем я учу математику? Я не знаю, почему, если 2 плюс 2 это 4? Мы должны наших детей учить, чтобы у них голова была, разум широкий Чтобы они не боялись спрашивать вопросы Чтобы они не боялись придумывать новые вещи И именно здесь в Седор Песах у нас есть такая возможность Не говорить Тихо, хватит, ну и так все понятно Ты задал вопрос Какой ты молодец Ты знаешь, я даже не знаю ответ Но давай попробуем, может в конце В книге мы найдем ответ на твой вопрос И дальше Такой комментарий, который, мне кажется, больше всего меня задело Надеюсь, вас тоже Был такой человек, которого звали Ма-Айраль Он родился в Праге И известно нам, что он родился в ночь Седор Песах В ночь Песаха Как мы об этом знаем? Рассказывают наши мудрецы, что когда они сели за пасхальный стол Мамы начали схватки, она начала рожать И мужчины должны были побежать во время трапезы за дулой Которая могла принять роды на дому С которой они заранее договорились И когда они вышли из дома в эту ночь Они увидели, что на улице пусто Все сидят по своим домам Вот просто карантин лявдель Все сидят по своим домам Кушают, рассказывают о году Рассказывают чудеса, которые сделал с нами все вышли И тут они увидели, что у дома главного раввина Стоят два человека И что-то там копают В черных капюшонах Они подошли к ним, схватили их И оказалось, что это два мошенника Которые, пока раввин был занят Копали яму для того, чтобы захоронить там христианского младенца И потом на следующий день привезти полицию И сказать, что это раввин убил христианского младенца Для того, чтобы воспользоваться его кровью Сами знаете для чего Они споймали, посадили их в тюрьму Взяли дулу Родился этот мальчик И когда они рассказали раввину О истории, которая произошла до его рождения Он сказал, что этот мальчик рожден для того, чтобы Спасти еврейский народ от кровопролития Если вы слышали, откройте Википедию Вы знаете, что есть такой персонаж мифический Голем Книжки написаны, сказки, разные мы дети читаем Так вот, этот голем Он был создан Майоралем из Праги И благодаря этому голему Голему на самом деле Спасибо На самом деле Евреи были спасены от кровопролитий Так вот, что сказал этот Майорал из Праги Не в этой ночи есть Седер Не эта ночь называется правильной от слова правило А эта ночь рассказывает нам о том, что в мире есть правило Что этот мир не джунгли У нас когда-то с вами был этот ирок по бетахону По доверию ко Всевышнему Я это уже говорила Наш мир не джунгли И сейчас, сидя в карантине И понимая, что творится в мире То есть вообще не понимая, что творится Откуда эти смерти Откуда эти данные Откуда эти люди, которые еще умудряются в это время воровать И вся эта политика ужасная В мире происходит беспредел Иногда нам хочется закрыться Я не знаю Закинуться одеялом И сказать, я в домике Я в этом мире жить не хочу Каждое утро просыпаешься и думаешь А это сон или нет? Сейчас реально карантин? Или все это мне приснилось? Потому что с каждым днем Это становится все Более сложно психологически выносить Закрытое пространство Подготовка к Песаху Детей, которых надо воспитывать И не подсаживать на компьютерах От этого сходишь с ума И спрашивается вопрос Где Всевышний? Что он хочет в этой ситуации? Для чего он это послал? Когда это все закончится? Приходит Моралис Праре и говорит Как никогда Этот праздник, эта ночь Должна нам дать уверенность Что у этого мира есть хозяин И у этого мира есть порядок И ничего в этом мире не происходит Просто так Это не джунгли Секунду Мы же с вами понимаем Откуда мы вышли Если мы берем историю этого праздника Больше трех тысяч лет назад Мы были рабами У которых не было шанса выжить И была Египетская империя Духовный голод Да Но, например, я могу сказать Что у меня духовного голода нету Потому что я учусь Намного больше Чем когда я работала Когда я приходила вечером После работы готовила ужин Общалась с детьми И вечером не оставалось Времени ни на что Вон была неделя Когда я ему целые три урока дала Поэтому духовный голод Мы с вами можем Посредством ваекра Баруха Шем Восполнить Вот просто по максимуму Остальные проблемы Это уже к личному психологу Наверное Так вот Шалом Саша Шалом Борис Всех рада видеть В те времена Мы могли с вами Запланировать Что Египетская империя Будет процветать Что мы Выйдем оттуда Несчастными Непонятно Что с нами будет Как Люди Вышедшие Со второй мировой Войны Которые пережили Холокост Было сложно Строить страну Непонятно Какая страна Могла быть построена Руками тех людей До чьих глазах Убили всю Всю семью Но что У этого мира Есть Хозяин Командир Главнокомандующий Который выбрал нас Своим Любимчиком Правой рукой Назовите это Как угодно И он нас Несмотря на наши Опасения Продвигает И что сейчас Стало с теми Империями Мы Мы О них Пишем В Википедии Которую я уверена Мы сами и придумали Поэтому мы должны Понимать Что эта ночь Нас учат Все Шалом Леора Рады вас видеть Очень Все что было В то время Мы должны Вынести Хотя бы Одну вещь Если мы ее Вынесем Я вам обещаю Наша жизнь Станет спокойнее Как минимум Все что тогда Происходило Показывает нам Очень ярко Что нас Кто-то Ведет за руку Обнимая Поддерживая Мы вышли оттуда Без еды Без питья Без денег Без Мы вышли оттуда Робами Мы вышли оттуда Написано Что он взял Гой Митером Гой Он взял Гоя из Гоев Он взял народ Из народа Мы были Как они И что с нас Сейчас стало Беру Хошем Израиль Как я почитала Надеюсь Это правда Занимает первое место По По сравнению Больных Умирающих Выздоравливающих Умирающих Людей Например Это чудо Я все считаю Что это чудо Так вот Наш мир Кто-то сказал Мне это очень понравилось Это не джунгли А это Луна парк Почему луна парк Потому что мы с вами все знаем Что в луна парке Несмотря на то Что иногда бывают Карусели Которые поднимают нас сверху Нас захватывает дыхание Мы не понимаем Зачем мы сели на эту качель Но мы что Мы знаем Что в конце концов Эта качелька Когда-то остановится Мы выйдем И скажем Вау Было круто И заплатим еще 50 шекелей Чтобы на эту качельку Прийти снова Потому что мы знаем Что есть человек Который все так Спроектировал Чтобы даже когда Нам было очень страшно Вверху У нас всегда было Точное понимание И знание Что кто-то стоит За этой конструкцией И она не провалится Под нами А приведет меня К выходу И так Что я еще раз Захочу туда пойти То же самое наш мир Это не джунгли А это Очень крутой лунопарк И по-моему Мы сейчас все находимся На той качеле Которая Закинула нас Очень высоко И мы все Начинаем бояться Ну что Мы-то знаем Что скоро Все будет хорошо Что скоро Мы приедем И скажем О-о-о Это был Отличный урок Для того Чтобы узнать себя Своих детей И сблизиться С родными И понять Что на самом деле Нам надо А что нет Продолжаем Дальше Тоже маленький Такой аспект Но мне он нравится Есть слово Микре Микре С иврита Переводится Как случайность В мире Очень часто У нас О-о-о Это случайность Как круто Что я тебя увидел Я о тебе только думал И тебе хотел сказать Как классно Что я зашла В этот магазин Тут было именно то Что я хотела Микре Сейчас Пусть скорее пройдет Корона И в Израиле Амель Во всем мире Пусть пройдет Но мы должны взять С вами максимум Если бесплатно Дайте две Так вот Пока сидим Набираемся Духовной С Божьей помощью Духовной духовности Павел Шалом Абраха Продолжаем Микре Случайность Но если мы возьмем Эти буквы То мы сможем составить Совершенно другое слово Которое покажет нам Какая сущность Этого слова Микре Из этих слов Букв можно составить Слово Рак Ми Ашем Только от Всевышнего Не бывает в этом мире Случайностей Не бывает Как в джунглях Ой Нечайно ее убили Нечайно она заразилась Нечайно она попала Хазвы Но это Каждого личная проблема Дальше Привели еще Мудрецы Интересный аналог Даже не мудрецы Наверное Это уже наше Более поколение Но мне понравилось Всевышний Всегда смотрит на нас Через Всегда смотрит на нас Двумя путями Или Через Окно Или Через Вот я это слово Забыла Даже когда Учила урок Забыла Трисы Как сказать Трисы Такие палочки Которые закрывают Окно Которые еще Можно поднять Опустить Как они Называются Скажете Вы поняли Наверное Вылетело Слово Из головы Так вот Иногда Всевышний Смотрит на нас Через окно И когда он Смотрит на нас Через окно Мы его Тоже Полностью Видим Когда это Случилось Это случилось В Песах Всевышний Смотрел на нас И мы его Настолько Четко Видели Жалюзи Конечно Спасибо большое Спасибо 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 Мы его Так четко Видели Как будто Это окно Было чисто 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 Как перед Песахом Вымыто И мы Видели Что никто Иной Как Всевышний Делает С нами Эти чудеса А иногда Всевышний Смотрит Рак Мяшем Нахон А иногда Всевышний Смотрит На нас Через Жалюзи Или Жалюзи Боже Моя мама Филолог Меня убьет Через Жалюзи Спасибо Большое Что это значит Что он все равно Нас видит Но мы его Видим Мы его Не видим И это с нами Случилось Когда Когда мы Праздновали С вами Недавно Пурим Мы с вами Говорили Что в Агаде Нету Ни одного Упоминания Про Всевышнего Все Как будто Было Случайностью Нечайно Он выбрал В жены Ту женщину Нечайно Она оказалась Еврейкой Нечайно Она спасла Еврейский Народ Нечайно Аман Там влюбился Все Нечайно Понимаете Но нечайно Тоже не бывает Все От Всевышнего И даже Когда он На нас смотрит Через иллюзии Мы должны Понимать Что он Нами управляет И есть Ашгаха Пратит У каждого Из нас Если даже У цветочка То что уже Говорить Про избранный Народ Есть Дерога По которой Всевышний Нас Ведет Это тоже Очень важно Детям Донести Что никогда Всевышний Нас Не оставляет И даже Когда мы Его Не видим Мы всегда Должны Понимать Что он За нами Присматривает Идем С вами Дальше В В Рите Есть Слово ДААГА Знаете Что такое ДААГА Здравствуйте Роман Рады вас Видеть Тоже ДАГА Это Слово Переводится Как А не ДОЭГА Переживания И я понимаю Что это Это одно слово Это маленькая вещь Которая я хочу сказать Но она Очень глубокая Подходящая Под наши переживания Которые мы с вами Проживаем Спасибо Ольга Вам за внимание У нас У всех Есть с вами ДАГОД И это не только О нас У каждого из нас Есть и родители Которые живут В других домах И иногда Как у меня В других странах И иногда Как у меня Мама живет В Беларуси Где батя Просто не признает Карантин И все происходит Как в порядке вещей Как будто нету Короны в мире И это переживание Как никогда Захватывает меня Как сделать Чтобы у мамы Была еда Как сделать Чтобы мама Не выходила На улицу Как поддержать Свою старенькую Бабушку Которая живет Одна Ее надо каждый день Навещать И давать ей Еду Готовить И в общем Куча Куча Всего Как не беспокоиться За подругу В соседнем доме Которая беременна И у нее Начался кашель Как Как не беспокоиться Мы обо всем Беспокоимся А еще Мы дети Пара носа Деньги Я понимаю Что сейчас происходит С людьми Которые владели Каким-то бизнесом От большого до маленького Это катастрофа Что сейчас происходит Я не знаю Как это все Потом выгребать С Божьей помощью Конечно От него Вся наша пара носа Но ДАГА Оно состоит Из Последовательных букв Если бы это было на русском Это было бы А, Б, В, Г, Д Но что? ДАГА В общем АЛЕФ ГИМЕЛ ДАЛЕТ ГЕЙ Не хватает Какой буковки? Не хватает Буковки БЭТ ДАГА Есть все буквы Последовательные Кроме буквы БЭТ Буква БЭТ Если бы мы писали с вами Где мы находимся И как из этой ситуации Выбраться с меньшими потерями И буква БЭТ Это именно та буква Которую нам должен дать Седер Песах Это должен быть такой Психологический Коуч Встреча Я не знаю Где каждый из вас Должен поддержать Своих близких И сказать им слова В которых они так нуждаются Даже если они их знают Это надо повторять постоянно ДАГА Пасиблёра Вот АЛЕФ ГИМЕЛ ДАЛЕТ БЭТ Буковки нету Мы должны вспоминать Те чудеса нереальные Которые сделал нам Всевышний И понимать Что с таким боссом С таким военачальником Чо бояться Когда Всевышний со мной Какая мне разница Кто против меня Продолжаем дальше Следующий вопрос Это уже четвёртая Да, по-моему, у нас вещь Которую интересно будет Рассказать за шабатным столом К сожалению Я не могу вас обучать Законом АЛЛАХОТ Почему? Потому что Незнание закона Освобождает нас В иудаизме От Закон Освобождает От ответственности Пока вы этот закон Не знаете Вы можете его не соблюдать Всевышний не может сказать Почему ты Не делал такую-то вещь Если ты даже не знал Что ты её должен делать Поэтому Пока я не знаю На каком уровне Соблюдения Вы находитесь Я не могу вам Говорить заповеди Чтоб потом Вы их не соблюдали Не дай Бог И были за это Как-то оштрафованы Поэтому никакие заповеди Мы с вами здесь не обсуждаем То, что вы знаете Это скорее Мотивация Для того, чтобы вы узнавали больше Но Маленький нюанс Я уверена, что вы о нём уже слышали На все вещи, которые есть Заповеди Еда Посещение туалета Омовение руки Я не знаю Всё, что угодно Любой аспект жизни Мы, евреи, говорим Благословение Каждая вещь Еврейской жизни Она имеет Очень глубокий смысл И мы не делаем вещи по накатанной Каждую вещь мы делаем осмысленно Это очень круто Тоже для воспитания детей На любую вещь мы благословляем О Хочу съесть яблоко Я скажу Благословен ты всевышний Сотворивший плод Дерево А он съел Сотворивший плод земли Создавший всё После туалета Просто благословение Я вам говорю Это благословение Это сгула На здоровье Правда Я вам У кого есть вопросы Я готова помочь Благословение После посещения туалета Вы так все моете руки Извините, что я вам говорю Такие вещи Но если я вам расскажу Суть благословения О которой мы говорим После туалета Вы скажете Какая браха Как себе Всего, что ему надо Говорить спасибо За то, что у нас есть Вот так вот Всё гениально построено Окей У нас есть благословение На всё, что мы делаем На все аспекты еврейской жизни На что у нас нет благословения На А году И это большой вопрос Который должны задать дети Например, из соблюдающих семей Мы говорим благословение Перед тем, как начинаем читать Тору Мы говорим благословение Перед тем, как заходим в Суку Как трясём Лулав Как трубим в Шафар Все праздники Мы начинаем с благословения На каждой эти вещи Спасибо, что дал нам Исполнить эти заповеди Когда мы садимся за стол Читать о году Вообще нет никакого благословения Спасибо, что дал нам чудеса Спасибо, что вывел из Египта Почему нет благословения? Это вопрос, который задают Все, все, все мудрецы На все поколения Естественно, каждый из них Даёт свой ответ Но все ответы я вам дать не могу Потому что я их сама не изучила Возьму несколько из всех Которые я смогла найти И запомнила Первое Агада, она вся является благословением И когда вы начнёте её читать Даже если никогда с ней не сталкивались Кстати, очень хочу сказать важную вещь Пожалуйста, те, кто заинтересованы Провести этот Седр Песах кошерно Напишите мне в личное сообщение Сагу! У меня есть Агада с объяснениями на русском языке У меня есть рецепты У меня есть последовательность У меня есть объяснения Всё, что вам надо, пожалуйста Пока не начался Песах Я очень прошу Готова помочь всеми знаниями, которые у меня есть И здесь, пожалуйста, кто-то в дверь рвётся Секунду Может, так забыть Извините, нам замечательные соседи принесли мацу кошерную на Песах Окей Мы с вами не должны говорить Благословение на благословение Потому что вся эта Агада Она восхваляет Всевышнего Она говорит о чудесах, которые Всевышний сделал И о величине Всевышнего Секунду Немножко сбилась с мыслью Мы говорим о высшем благословении Когда непонятно, зачем мы делаем эту митсву Например, когда стоит рядом с нами человек И он не понимает, зачем мы трясём вот эти вот четыре вида растений С ума сошли, вызывать скорую Или в этом есть какой-то смысл И мы на такую митсву благословляем Спасибо, что дал мне возможность в Песах, в Сукот делать то-то Спасибо, что дал мне заповедь сидеть в Сукке Так, чтобы всем вокруг было понятно, что это заповедь И у меня муж выселил из дома И мне сейчас надо обращаться в органы, я не знаю Разводиться или ещё что-то Секунду Извините, Елена, я не поняла, что вы делаете молча Очень приятно с вами познакомиться Дальше Например, у нас есть с вами большое благословение После того, как мы кушаем хлеб Биркат Амазон называется Биркат Амазон – это заповедь из Тора Верхальта, высовато, уберахта Ты покушал, насытился, благослови Это просто как лозунги СССРовские Вот так и написано Покушал, насытился, скажи всего, что ему спасибо Так вот, мы же не должны говорить благословение на Биркат Амазон Потому что это и так благословение Не благословляем, но благословение Это одно из объяснений Это канал Бесконечность Немножко не поняла, но уверена, что в этом есть смысл Дальше, следующее И самое крутое объяснение, на мой взгляд И прям жду его вам рассказать Это не хаббатское объяснение Кстати, я очень прошу прощения, что я вам не говорю Маккор, не всегда вам говорю, откуда я взяла эти данные Конечно же, это не мои слова Я часто просто забываю, кто сказал ту или иную вещь Но именно эту вещь сказал один из равинов Гурской общины Если вы сейчас видели в Netflix новый сериал неортодоксальный А вот это вот община Гурских хасидов И один из их равинов, самых главных, сказал такую крутую вещь Сейчас Что есть еще вещи, на которые мы не должны благословлять Например, мы не благословляем на бикурахолим Когда мы идем навестить больного Мы не благословляем, когда мы приглашаем гостей домой Мы не благословляем, когда мы даем дздаку Почему? Все эти заповеди между собой очень связаны Эти заповеди признаны помнить добро Эти заповеди созданы для того, чтобы мы делились тем, что у нас есть другим человеком И мы не можем сказать, что мы это делаем только потому, что нам Всевышний так сказал Представьте себе ситуацию, когда мама у вас просит стакан воды А вы говорите, о, есть возможность исполнить заповедь уважения родителей Благословен ты Всевышний, который дал мне возможность соблюдать заповедь уважения родителей Которая, как сказано в Торе, продлит дни и годы жизни твоей Ну, это же неправильно А мама в эти полчаса будет сидеть и ждать этот стакан воды Да легче самой встать и взять Написано, что нельзя, нельзя перед дзакой говорить благословение Потому что пока хасид будет говорить благословение Еще какие-то майсы, еще пойдет в миг его окунется Бедный человек может умереть с голода И другое объяснение, что эти заповеди ни в коем случае нельзя привыкать делать Только потому, что нам так сказали Сейчас, во время карантина, дети так устают от каких-то уборок на песок Что они делают что-то, когда их просишь А когда их оставляешь в покое, они быстро все утыкаются в книгу, рисование или компьютер Так вот, иногда хочется, чтобы дети сами сделали что-то О, мам, тебе помочь? О, мам, помочь? Что-то нельзя приготовить, убрать, накрыть Всевышний хочет, чтобы мы были теми детьми, которые делают это все не потому, что он нам сказал А потому, что мы сами хотим Нельзя делать добрые дела из-под палки Поэтому у нас нет благословения Поэтому мы себе не говорим Всевышний, который заповедовал мне это сделать Это ведь так логически Это так внутри нас должно сидеть природно Что если мама просит стакан воды, мы ей даем, потому что мы хорошие дети А не потому, что Всевышний нам так сказал Когда мы подаем милостыню Не потому, что Всевышний сказал А потому, что мы не можем пройти мимо человека, которому плохо И все остальные заповеди Про Песах особенно Мне кажется, это так логически Что даже если бы Всевышний не сказал нам Сядьте одну ночь и благодарите меня за те чудеса, которые были Мы бы сами сделали этот седр Мы бы сами сделали три седра в год Когда бы сидели и рассказывали детям о чудесах, которые были в Египте Потому, что именно эти истории рождают у нас сейчас веру во Всевышнего И веру в то, что Он спасет нас И из-за этой ямы, в которой мы сейчас находимся Но, естественно, я как приближающая я себя к Хабаду Расскажу историю про любавческого Рэба Рэба, когда был маленький, в пять лет у него был Меламет Меламет, человек, который обучал его на дому Торе И с пяти до шести лет он его обучал И потом их дороги разошлись И Рэба продолжил обучение с другими раввинами И вот, когда этому Меламету было уже около ста лет Он переехал в Америку И он решил навести своего ученика Рэба И когда он зашел к нему в кабинет Рэба встал И сказал, я не сяду, потому что здесь стоит мой учитель А учитель сказал, я не сяду, потому что передо мной стоит настоящий любавческий Рэба И я так тобой горжусь И каждый раз, когда они встречались, они оба стояли и не садились И каждый раз, когда этот Рэба присутствовал на Итва-Доте В каком-то хасидском собрании, которое проводил любавческий Рэба Когда он вставал и уходил, Рэба всегда поднимался Отдавал ему честь, уважение Садился и продолжал свою историю Потом, когда этот человек умер и его не стало Рэба сказал, что любой учитель для меня он как отец И поэтому попросил, чтобы он полностью оплатил похороны и памятник А от детей взял только один доллар как участие Потому что дети всегда должны участвовать Не дай бог, чтобы мы этого не знали До 120 всем нашим родителям в похоронах мамы и папы Чтобы никто не знал, что это такое И даже, когда этого человека не стало, все равно у Рэба была карата Тов Благодарны за то, что когда-то в 5 лет Этот Рэба научил его алфавиту читать Как бы основам всего того, на чем потом Рэба строил свою великую деятельность И у этого Рэба была внучка И она очень сильно заболела Как ее... это настоящая история Геверет Дубравский, ее фамилия И у нее было не усвоение еды Она ничего не могла кушать Ее положили в лечебницу Она лежала под капельницами И Рэба позвонила и сказала Придите, пожалуйста, у меня есть что-то для вас Пришел ее муж И Рэба дал ему стакан водки И сказал, пожалуйста, дай это своим домочадцам Всем, которые есть в твоей семье Этот муж не понял Ну, я немножко выпью детям Там, я не знаю, губки смажу Но жена, она под капельницами Она не может ничего пить Как я могу ей дать выпить водку Да, если с ней что-то случится Я же себе не прощу Но он пошел в лечебницу и сказал Это водка от Рэба Можно я тебе смажу губы И она выпила глоточек И эта еда, эта водка у нее прошла И тогда она попросила Дайте мне, пожалуйста, возможность покушать и попить самостоятельно Ей сказали Ни в коем случае об учении в том состоянии Но она убедила их И она все, вся болезнь прошла В тот же день она была выписана из лечебницы Это она сама в своей книжке рассказывала эту историю Так вот, то, что мы помним добро других людей И желаем делать добро даже незнакомым Помните, что это не потому, что нам сказал Всевышний А потому, что мы с вами замечательные Потому, что мы с вами любим делать добро Потому, что у нас есть с вами силы Мотивация, желание делать добро Вы все замечательные И очень жалко, что мы сидим здесь на карантине И не можем выйти в свет Делать и сеять это добро Но знайте, что оно как никогда необходимо Внутри нашей семьи, о которой мы часто забываем Если прошлый урок я закончила на том, что позвоните маме Этот урок я хочу смотивировать вас Подойти, обнять детей, обнять жену Обнять мужа, обнять того, кого вы живете С кем вы живете А если нет, то собачку или кошечку Благодаря которым вы еще в карантине Можете выходить на улицу и дышать воздухом В отличие от нас Дальше Шестая вещь, которая интересна будет Аспект, который интересно будет рассказать детям за столом Мне это кажется Когда Седор Песох уже подходит у нас к концу После того, как мы сделали все симонимы Все знаки Рассказали детям о чудесах Вспомнили о всем, что Всевышний нам дал Даже покушали очень вкусную трапезу Перед тем, как... Спасибо большое Класс, Елена Спасибо, значит это живет внутри вас Это достойно уважения Продолжаем Перед бюрокатом Азона мы наливаем стакан Для Илья Уанави Илья Уанави это образ человека Который жил давно И который придет к нам Написано, что в месяц Ниссан Мы были избавлены из рабства И в месяц Ниссан Мы будем избавлены от рабства Каждый Песох В месяц Ниссан Приходит Илья Уанави Для того, чтобы сообщить нам Что пришел Машех И к сожалению Мы никогда его не слышали Может быть в этот Кстати, я вот сейчас Перед уроком читала Интересную историю Про то, что Рэбе Когда-то спросили Когда придет Машех И Рэбе ответил Когда в мире будет счет 2-0-2-0 И никто тогда не понял Что такое счет 2-0-2-0 Какие команды Кто против кого А сейчас мы понимаем Что может быть 2-0-2-0 Это просто наш год И именно сейчас должен прийти Машех Именно поэтому сейчас Многие раввины просят Чтобы у нас была на готове Праздничная одежда Если раньше Ну это сложно, конечно, вспоминать Раньше до короны Я жила в таких реалиях Когда мои дети ложились спать В красивых пижамах Когда у моих детей Были возле кровати Всегда тапочки Для того, чтобы Если ночью начнутся обстрелы Нашей страны Мы могли быстро выбежать Не потеряться Мы всегда спали На готове Одеты Зная, что в любую минуту Может прозвучать сирена Сейчас ситуация изменилась Спасибо тебе, корона Спасибо тебе, Всевышний Сейчас мои дети ложатся Спать не в красивых пижамах А у каждого из них В комнате Висит на готове Красивая одежда Потому что мои праведные дети Уверены, что Машеев должен прийти Ото-то Так вот На самом деле Ильяу на Ви Должен прийти Для того, чтобы рассказать нам Что все это и есть Тот самый Ниссан В который придет Машеев И избавит нас от всех несчастей Амен, амен, амен Ильяу Ильяу Приходит В двух случаях Два Как сказать Две заповеди Которые могут его привести к нам Это Песах Седер Лайла Седер И это Обрезание Есть люди Которые достаиваются Два раза в год Видеть Ильяу На Ви Чувствовать его Принимать его у себя Это человек У которого родился сын И он в этот год Празднует Песах Он два раза видел Ильяу Ана Ви Написано Что была одна женщина Которая на протяжении Десяти лет Видела Каждый год По два раза Ильяу Ана Ви Рассказывается Про Пнину Жену Эль Каны Эль Кана Это именно тот Эль Кана В честь которого Мы назвали нашего сына Эль Кана Дай Бог У него тоже будет Праведная жена Так вот Пнина Написано Что за Девять Лет За мужество Родила ему Десять мальчиков Значит у нее Каждый год Было и обрезание И Песах А она удостоилась Встречать Ильяу Ана Ви Два раза в год Вообще без отпусков Счастливится Где связь Между Ильяу Ана Ви И Песахом И почему он приходит Именно в конце трапезы Разве это Круто С нашей стороны Приглашать гостя И звать его за стол Когда у нас уже Грязные тарелки Мы все уставшие Хотим закончить И пойти спать Потому что Песах Начинается И заканчивается Очень поздно Почему в конце А не в начале Так вот В конце Потому что у нас Есть такая Амен Амен Спасибо У нас есть Еще такой обряд Который называется Афикаман Я вам с Божьей помощью Расскажу о нем На следующем уроке Афикаман Это то, ради чего Дети не засыпают Всю трапезу И ждут ее окончания Афикаман Это та вещь Которая Тот кусочек мацы Который дети Должны забрать У папы И отдать ему За какой-то подарок Есть скромные дети Которым можно пообещать Обнимашку Конфетку Или поцелуй И они тебе дадут Афикамана Есть дети Которые Из-за планшет Не всегда готовы Его отдать Слава Богу Сейчас все магазины Игрушек закрыты И они нас не смогут Очень Подоить в этом году Но Афикаман Мы кушаем В память о том Что когда-то у нас Был храм И мы должны были Вместо этого Афикамана Принести Всевышнему жертву Сказано Кто мог принести Жертву Всевышнему Только человек Который был обрезан Как узнать Если человек обрезан Ну извините Я же не буду Гостям в штаны лезть Поэтому Мы приглашаем Илья Уанави Который был свидетелем На всех обрезаниях И только благодаря Илья Уанави Человек Может принести Эту жертву Сказать Ты же видел меня Уже вот тогда Давным-давно Пожалуйста Прими от меня Эту жертву И принеси Ее Всевышнему Чтобы он послал нам Что? 4, 6, 7 Актуально этому времени Не поняла Потом прочитаю Все ваши комментарии Окей Так что Кто не успел Сделать обрезание До этого Песха Возьмите на себя Сделать до следующего Потому что Вряд ли сейчас Это возможно В наших актуалиях Но без обрезания Жертва не принимается К сожалению Потому что Только оно Является фактором Соединения Мужчина Со Всевышним Слава Богу Что я женщина Кстати Есть такое благословение Спасибо Всевышний Что создал меня За женщиной С удовольствием Я говорю Каждый день Итак Дальше Почему Ильял Кто был со мной На прошлом уроке Я рада Что мы можем Так постепенно На наших знаниях Полученных Раньше подниматься Я вам рассказывала Историю Когда был один Коэн 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 А он сказал Какой же я подонок Если при моем Царстве Идут дожди Ведь Всевышний Сказал Что когда будет Плохой Коэн Дожди Прекратятся И будет засуха Если дожди идут Значит я Всевышнему Всевышнему нравлюсь Иди отсюда Ильяуа на вид Пошел Помолился И попросил Всевышнего Чтобы была засуха И был голод И Он доказал всем Что этот Коэн Не достоин занимать Этот пост Всевышнего послушал В прошлом уроке Я вам немножко Другой аспект Из этого урока Брала Что ты одно Мы учили В этом уроке Я хочу сказать Другое Илья Уанави В тот момент Не верил в евреев Он не верил Что когда будет засуха Все Кто был В то время Жил Что они продолжил Соблюдать кашрут Что они продолжил Делать обрезания Что они продолжат В засуху Без денег Соблюдать заповеди И это то Что происходит С нами сейчас Каждый из нас Стоит сейчас Перед вопросом Тратить Денег Которых Нет Которые сложно Сейчас зарабатываются На кошерную продукцию Или пойти Купить ту же курицу В обычном Ашане В два раза дешевле У каждого Свои сейчас нюансы стоят Но Все мы понимаем Что Любое Испытание В нашей жизни Сразу Возникают у нас Вопросы Соблюдать так же Или Или нет Например Женщине Идти в микву Микву Это место Где собираются Много женщин Непонятно Кто был до тебя Идти в микву Или не идти в микву Делать обрезание Сейчас ребенку Приводить мой Или непонятно Который контактировал С кем делать обрезание Или подождать Пока этот вирус Закончится И только тогда И не важно Что это будет Не на восьмой день Миллионы вопросов Сейчас уже задаются Вопросы Можно ли пользоваться Программой Zoom На Седер Песах Если родители Которые ко мне Обычно приходили Без меня Не будут соблюдать В Песах Можно мне Включить компьютер И вместе с ними Соблюдать То есть Вы понимаете Что время меняет Пытается изменить заповеди И на что Всевышний сказал Друг мой Ты никогда не будешь Разочарован в евреях И я тебе это докажу С этой минуты Ты каждый раз Будешь присутствовать На всех обрезаниях Еврейском народе И на всех Седер Песахах Всевышний специально По умному Выбрал Две самые знаменитые Самые модные Самые Исполнительные Заповеди Еврейского народа Для того Чтобы Илья Уанави Вздохнул и сказал Я был Неправ И это то Что учит нас Тора И сам этот праздник И присутствие Илья Уанави Он в нас не верил А мы смогли Нам никто Не помешает Не сломит нас Не уберет В нас желание Исполнять заповеди Всевышнего Даже В той ситуации В которой мы находимся Сейчас Я очень надеюсь Что каждый из вас Сможет Илья Уанави Посмотреть в глаза Именно в этот Песах И сказать Ты видишь Ты думал Я не смогу Я сижу здесь С Мацой И рассказываю Своим детям О чудесах Которые сделал нам Всевышний И ты был На моем вырезании Ты что-то мне Еще хочешь сказать Давайте поставим На место Илья Уанави Тоже была Одна интересная История Связанная С Равлау Который был Сначала Равином Тель-Авива А потом Равином Всего Израиля Когда Нахлынула Большая Алия Из России Было очень сложно Проверить Кто еврей А кто не еврей И Был такой Даже сейчас Равинский суд Перед которым Становился еврей В идеале Он приводил Двух Свидетелей Которые Рассказывали Что этот человек Еврей Плюс документы Разные Подтверждения Так вот Был один человек Который привел С собой в суд Двоих Свидетелей Один говорит Я свидетель Который доказывает Что я Сорок лет назад Был на обрезании Этого мужчины Ну Тут понятно Мама Которая Сорок лет назад Делала обрезание Своему мальчику Ясно Что она еврейка Потому что Не еврейская мама В медицинских целях На такое бы не пошла В то время Второй человек Сказал Послушай Я этого парня Вижу впервые Но я знаком С его мамой Эта мама Работала В лечебнице И она Ничего не соблюдала Это была женщина Из разряда Баба-мужик Баба-гром Которую все боялись И о соблюдении Не могло идти Речи Но что Эта женщина В день Выкуривала Пачку сигарет Дымила Как пароход Спасибо за ваши Лайки Меня они вдохновляют Но что Каждый день Она недокуривала Одну сигарету И откладывала В сторону Раз в год Как только Заканчивался Праздник Пурим Она приходила Ко мне И у нее Было 360 сигарет И она Отдавала их Мне И говорила Пожалуйста Продай их На черном рынке И я хочу Чтобы у меня На Песах Была маца И я так и делала И я могу сказать Что я не знаю Кто этот мальчик Но его мама Точно была Еврейкой Равлау Очень растрогался Этой историей Он сказал этому мужчине Что он очень хочет Поговорить с мамой Он взял ее номер Она продолжала жить В России Позвонил ей И сказал Я так тебе завидую Я соблюдаю Песах Семь дней в году А ты удостоилась Соблюдать Песах Каждый день Так как От этого Этого требует От нас закон Что закон нам говорит Каждый день Помня Как будто бы ты Ты Вышел из Египта Эту историю Мы должны Рассказывать Не как исторический факт Дети Когда-то давно Тем-то евреям Было плохо И им Всевышний Сделал чудо Нет Каждый из нас Должен чувствовать Себя Как будто это Он вышел Из Египта И в нашу ситуацию Слава Всевышнему Если можно так сказать Мы очень хорошо Чувствуем Что такое Быть В заперти Что такое Быть в рабстве Что такое Не иметь возможности Самое решать За свою жизнь Как уйти из дома Когда уйти из дома На какой работе работать Сколько денег получать Мы все С вами Хотим Выйти из рабства И мы все Должны Рассказывать Эту историю Детям Как будто Это с нами Было Ты знаешь Что милый Мой мальчик Твой прапрапрапрадедушка Когда был В Египте Всевышний Сделал ему Такие чудеса И я хочу Чтоб ты Об этом Помнил И последний Аспект Который Я сегодня Хотела С вами Затронуть Потому что Понимала Что времени У нас Уже С вами Не Не Много И имя Праздника Вот кто-то Там Вверху Написал Комментарий Что я Добрая И Немножко Поделюсь Сокровенным Потому что Мне кажется Что он Подходит Для Большего Понимания Того Что я Дальше Скажу Когда я Родилась Я родилась С именем Алина И меня До лет Там Шестнадцати Наверное Звали Алина И у меня Был Сложный Характер Я Никогда Не Была Скромна И Никогда Ну То есть У меня Всегда Была Еврейская Скромность Но Я Была Взбалмошная Во мне Было Много Энергии Иногда Я Направляла Не В Правильное Русло Я Очень Любила Ссориться В общем Все Кто Меня Помнит С того Времени Помнят Что Алина Это Бомба Алина Это Гроза Алина Это Лучше С ней Не Связываться Ну Что Когда Пришло Время Я Созрела Взять Еврейское Имя Равина У меня Спросила Скажи Что Что Ты Хотела Поменять Своим Еврейским Имем Что Бы Ты Хотела Себе Прибавить Какое Качество Первое Что Я Сказала Что Я Хотела Быть Милее Скромнее Нежнее Приятнее Я Очень Хочу Убрать Эту Мужественность Из Своего Характера Плохую Такую Мужественность И Стать Женственнее Потому Что Мне Будет С этим Легче Жить И Он Мне Посоветовал Взять Два Имени Первое Имя Это Одина Одина Это Нежная Второе Имя Наоми Наоми Это От слова Наим Приятная То Я Взяла Себе Имя Нежная И Приятная И Вы Не Понимаете Что Произошло В Тот же День Я Звоню Своей Маме Я Жила Тогда В Школе Еврейской Где Спасибо В школе Еврейской Ну В которой Я Жила Как Называется В Слова Выпадают Неважно Я С мамой Начинаю Говорить Таким Голосом А мама Говорит Алина Говори Нормально Где Моя Алина Что За Голос И Она Долго Не Могла Поверить Что Я Стала Я Просто Изменилась Я Не Могла Понять Обычная В Обычной Ситуации Я Б Здесь Уже Дала А Я Молчу Я В Общем Имя Оно Моя Дочка Зовет Одина Очень Красивое Имя Как По Мне Не Путать Дина Дина Это Суд Дина Это Сложное Тяжелое Имя Одина Это Нежное Так Вот Имя Это Визитная Карточка Человека Вот Я Прям Чувствую Что Я Стала Одиной Я Стала Наоми Я Перестала Быть Алиной В тот же Момент Когда Я Прибавила Себе Еврейское Имя Оно Меняет Сознание Сущность Человека Имя Это Визитная Карточка Оно Говорит Кто Вы И Имя Песоха На самом Деле Вторе Оно Не Песох Мы Просто Взяли Это Имя И Изменили Вы Понимаете Всевышний Этот Праздник Назвал По Другому А Мы Сказали Не Всевышний Имя Которое Ты Дал Нам Не Очень Нравится Не Модное Оно В нынешнем Году Давай Ка Мы Этот Праздник Назовем Песох И Все Мудрецы Сдают Вопрос Как Ведь В Торе Этот Праздник Называется Хага Моцы Чего Мы Его Так Не Называем Меня Сочту За Сумасшедшего Если Я Скажу Я Иду На Праздник Моцы К Своей Свекрови Я Не Знаю На Праздник Моцы Я Пеку Моцу Что За Праздник Моцы Вообще Так Никто Не Называет Даже Детей В Садике Не Учит Этому Праздник Песох Седр Песох Я Не Право Имели Менять Имя Праздника Когда Мы С вами Немножечко Затронули Тему Что Имя Несет Сущность Наверное Всевышний Что-то Хотел Сказать Этим Именем Какое Право Мы Имели Его Менять Мне Кажется Детям Тоже Будет Интересно Озвучить Эту Мысль Что Эту Мысль Сказал Раби Левиц Как Из Бердичева Мой Муж Кстати Родился В Бердичеве Поэтому Все Истории Про Раби Левиц Как Из Бердичева Меня Очень Воодушевляют Он Сказал Невероятную Вещь Из Этих Имен Мы Учим Настоящую Связь Влюбленных Людей Влюбленные Люди Это Не только Муж И Жена Это Наши Отношения С Миром Это Наши Отношения С Детьми Это Наши Отношения С Коллегами Когда Мы Говорим Про Другого Человека Мы Обязательно Должны Говорить О нем Хорошо Например Один Раз Мы С Мужем Были В Одной Компании И Было Очень Смешно Потому Что Я Говорила Нашим Общим Друзьям Какой У меня Мойшенко Замечательный Сколько Всего В жизни Он Добился И Какие Успехи Он Делает А Мойшен Уставал Говорить Какие Успехи В Жизни Делаю Я И Так Мы Друг За Друг Говорили Это На самом Деле Самая Крутая Связь Когда Мне Не Надо Говорить Я Хорошая Когда Мой Муж За Это За Меня Скажет Когда Мы Говорим О Наших Детях Когда Мы Говорим О Наших Коллегах Когда Мы Убираем Из Нашего Рта Плохие Слова И Можем Говорит Только Хорошая Это Настоящая Здоровая Связь Когда Если Мы Говорим За Спиной Так Только Хорошие Вещи Так Вот Такая Же Любовная Связь Игра У нас Возникла Со Всевышним Как Это Объяснить Всевышний Этот Праздник Называет Хаг Мацот Другими Словами Всевышний Говорит Вы Моя Моца Что Такое Моца Символ Чего Моца Это Символ Скромности Когда Не поспели Дрожжи Когда Не было Шикарной Халы Сверху Посыпанной Кунжутом Я не знаю С цельнозерновой Муки На закваске Это Была Обычная Моца Мука Вода И не знаю Была ли там Соль Нет Не была Моца Это Скромность Моца Это Витур Как Это Убрать Себя Убрать Сво Я И сказать Всевышнему Только потому Что мы стали Моцом И смогли Сказать На Севани Шма Всевышний Я настолько Ноль Перед тобой Что я сначала Сделаю Что ты скажешь А потом Только услышу Я тебе настолько Доверяю Всевышний Что мне не важно Что ты скажешь Я верю Что ты плохого Мне не посоветуешь Это как дети Я им говорю Дети кушать И они начинают А что там А с чем там А почему там Такое ощущение Что я их когда-то Отравой кормила Вот это называется Недоверие к матери А мы сказали Всевышнему Папочка Все что ты нам На стол положишь Мы скушаем Даже не важно Что там Мы для Всевышнего Были Моцой А как мы называем Нашего Всевышнего Мы его называем Песах Мы изменили Это имя Потому что Хотим что-то Сказать Всевышнему Песах Песах От слова Пасах Перепрыгнул Когда Всевышний Перепрыгивал Дома евреев И убивал Только египтян И тем самым Мы хотим сказать Песах Это то Кем мы стали Сначала Мы были Моцой А сейчас Всевышний С твоей Поддержкой Мы стали Песахом У нас Нету Никакой Даги У нас Нету Никакой Никакого Страха Перед этим Коронавирусом Потому что С нами Песах С нами Всевышний Который Перепрыгнет Через наши Дома И убьет Только тех Кого Заслужено Дай Бог В общем Это наша Связь со Всевышним И с Божьей помощью Чтобы мы все С вами Почувствовали Что это праздник Настоящего Выхода Из рабства Когда мы Забудем О карантине Когда мы Забудем О всех Несчастьях Выйдем На улицу Наконец-то Мы уже Не вернемся К прошлой жизни А станем Настоящими Узнающими Себя И познавшими Всевышнего И вместе Со Всевышним За руку Мы знаете Чего добьемся Уху Надеюсь На скорую Нашу встречу На продолжение Этого урока У кого есть Вопросы Я буду Очень рада Ответить Я не равен Но все Что я не буду знать Я вам скажу Я не знаю И скажу У кого Спросить Подготавливайтесь К Песоху Доедайте За эту неделю Все макароны Убирайте Все мучное Дома Вынесите Весь мусор Из квартиры И тоже Вы видите Как ваша голова Отчищается От всего лишнего Была Была рада Встреча С вами Спасибо За внимание За комментарии Счастливого Песоха И до скорой встречи Продолжение следует... Продолжение следует...